Практически слепой. Благодаря этому препарату, ну, он все-таки восстановился, да, плюс-минус восстановилось зрение, ребенок может видеть. Мы пришли к окулисту, а окулист спрашивает, он называет буквы, мы плачем втроем. Почему мы должны сейчас это все бросать? Никому ничего не нужно, дети не нужны. Мы можем строить дороги, мы можем строить лавочки, мы можем все крыть. На это деньги есть, на детей денег нет. Когда же в конце концов это закончится? Раньше могли, теперь не могут. Опираются, они сами себе, мы пишем письма, они сами себе противоречат. Скажите, пожалуйста, вам, сколько, вот вашему ребенку конкретно, сколько нужно средств ежемесячно? Ежемесячно? 12,5 тысяч ежемесячно. Это на день препарат? На день только препарат. Это помимо еще 6 препаратов? У вас уже закончились эти препараты? Закончились препараты. Мы уже купили за свои средства, и в понедельник мы уже кололись за свои купленные, препараты. Это мы, скажем так, да, на данный момент мы как бы нашли эту возможность. Ну, мы, допустим, один месяц можем так. Ну, второй месяц, а дальше что мы будем делать? Дальше, на минуте тысяч, и у кого-то, что он будет кушать этот ребенок, что он будет кушать, и вообще, что он оттенет их на минуту. Они, ну, вообще, там, они так настолько все затянуты и непонятно, то есть, они только сейчас, они вообще сейчас хотят, допустим, эту хумиру, они, они хотят им закупить аналоги. Они, реально, и, причем, есть такая информация, что эти аналоги, они даже не исследованы на детях. То есть, это настолько, мы фактически являемся платформой для опыта, вы понимаете, то есть, мы не хотим. Если МОЗ не хочет, допустим, если не собираться покупать этот заменитель, значит, не надо тогда вообще ничего покупать, потому что это будут опыты, мы не будем водить эти припасы своим детям. Возможно, поэтому они сейчас затягивают эти закупки, чтобы мы все-таки, да, мы пришли в тупик, и мы были вынуждены колоть. Если так, то тогда вообще, ну, нет, мы не хотим. Не надо тратить деньги на то, что не нужно никому, ни детям, ни родителям, и тем более государству. Если ребенок будет применять препарат, не подходящий ему для лечения, значит, мы сделаем его еще более больным, еще более немощным. Скажите, сколько у нас таких деток в области? 57 в области, 32 в городе и 25 в области. И у 57 человек. А вы когда последний раз получили отставку этот препарат? 25 мая, мы последний раз. Ну, все, понимаете, все, допустим, мы говорим, допустим, о себе, допустим. Да, есть, да, есть, да, то есть уже все, да, уже все. Ювенильный ревматоидный артрит, либо ювенильный идиопатический артрит, тот, который не лечится традиционными лекарствами. То есть у нас организм своеобразный, он... Еще раз, видите, ювенильный, не ювенальный? Нет, ювенильный, идиопатический. И месяц эти лекарства стоит порядка... 12 тысяч, в зависимости от курса доллара, потому что они закупаются... Если, допустим, два укола в месяц... И ребенку уколят целый укол, то это надо по 10 тысяч, больше 10 тысяч на каждый укол. То есть в месяц уже будет 20 с чем-то тысяч. То есть будет уже... Это в зависимости от дозировки, потому что препарат идет в уже готовом уколе, то есть, ну, шприце. Он неделимый. То есть если мне, моему ребенку, надо половина этого укола, я не могу этот укол взять и отнести в холодильник, чтобы у нас еще ждал месяц. Да, я поняла. То есть я его выброшу. Кому-то, взрослому ребенку, у которого вес больше, у него надо больше доза. Ему, значит, не один этот укол, а полтора укола. И она не может его вытянуть. Она либо его колет, а то, что осталось, она выбрасывает. Он не подходит другим. Вы же не можете один шприц уколоть одному, и этот же шприц вытащить, уколоть другому. И правильно будет сказать, 57 детей в области именно с арфанными заболеваниями? Нет, нет. Это не ревматоиды, артритмы. Арфаны – это комплекс. Это много, и они разные. До 300 там очень много разных заболеваний. А у них тоже такая ситуация. Да, на самом деле сейчас реально, да, очень серьезная ситуация идет. То есть МОЗ не только, скажем так, бросает и не обеспечивает нас, вот именно деток с ЮРА. Они сейчас затягивают закупки и по другим нозологиям, скажем так. То есть другие направления, другие тоже страдают. И онко, детки. Там много очень разных заболеваний. То есть они массово все это просто оттягивают. Что они там могут у себя... Как ваша имя? Ирина Петровна, Мынко. 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 Хорошо. Крепоченко, Светлана Дмитриевна. Кре. Кри. Через и краткое. Вы обе мамы? Да. Обе мамы, обе мамы.